Я прошу Владимира Владимировича, чтобы он оказал нам помощь. Я не прошу дать нам оружие. Ведите хотя бы войска, чтобы они защитили нас. Это обращение к президенту РФ Игнат Крамской записал в марте 2014 года в интервью российскому СМИ. Но известным молодой человек стал раньше, после ролика в интернете, где выступил как комендант антимайдана. ТАПА заобвинили сразу по трём статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, Крамской – один из организаторов массовых беспорядков при захвате здания Харьковской облгосадминистрации 1 марта и событий возле офиса Просвиты на улице Рымарской 14 марта. Также ТАПАЗу вменяют призывы к нарушению территориальной целостности Украины и угон автомобиля евромайдановца. Коллегия судей Киевского райсуда признаёт Крамского виновным. Приговор – 8 лет лишения свободы и конфискации имущества. Своей вины ТАПАЗ не признаёт и заявляет. Просить о помиловании не будет. Данное досудебное расследование и судебное разбирательство было проведено необъективно и упреждённо. Поэтому будет подана апелляция в соответствии с теми также нарушениями, которые были при досудебном расследовании, при судебном рассмотрении. 15 лет лишения свободы. Такое наказание для Крамского требовало гособвинения. По словам пресс-секретаря прокурора области Виты Дубовик, прокуратура изучит приговор и, если будет достаточно законных оснований, подаст апелляцию. За нашими подрахунками, если использовать так называемый закон Савченко, ему остается проводить покарание десь близко двух лет. Мы считаем, что такое покарание недостатнёй. Мы считаем, что, как вы сами видели, человек не раскаялась, не признала свои вины. Мы считаем, что есть все обставины, то есть помягчающих обставин тут нет, есть лишь обтягивающие, поэтому, на нашу думку, вироб должен быть более жестким. Ирина Сейко, Алексей Калмык, Медіагрупа «Объектив».